Продолжение следует... Его звали Зайцев Алексей Андреевич, 1920 года рождения. Мне хотелось узнать о нем больше. Мама рассказала мне, что дедушка был призван на фронт в 21 год, уже после несения военной службы. Участвовал в боевых действиях на Курской дуге. Дед рассказывал, что под Курском горела земля, все было в дыму, как будто наступило солнечное затмение. Облака дыма и пыли были кругом. От грохота орудий люди теряли слух, а газы от пороха слепили глаза. Потом прадедушка был переброшен под Ленинград. Осуществлял охрану перевозки продуктов питания через Ладожское озеро, где и был ранен. Подорвался на мине. Задело ногу, не чувствовал левый мизинец. Был контужен. Лежал в госпитале. В 1943 году его комиссовали домой. Получил инвалидность второй группы. Мама говорит, что он не любил рассказывать о войне. Он даже не всегда ходил на митинг. Плакал, когда был праздник День Победы. Как-то он сказал, никому не пожелаю увидеть того, что видел я. Месивы живых тел, крики, стоны, кровь и жар от огня. Участие деда в войне, я думаю, подвиг. Он был награжден орденом Великой Отечественной войны, медалью Георгия Жукова, юбилейными медалями, знаком фронтовик. Когда пришел с фронта, сразу женился. Взял в жены с Мушкову Акулину Федосовну, мою прабабушку. Они прожили вместе 63 года. У них родились три сына и две дочери. Один из сыновей, Зайцев Виктор Алексеевич, мой дед. В данное время мы живем в городе Чулыми на улице Добролюбова, 20. Этот дом построил мой прадедушка. Когда его не стало, мама с папой решили купить его. Мама сказала, живя на земле своих предков, наша семья будет крепче, а папе вообще этот дом очень нравится. Конечно, мы многое изменили в отделке дома, на территории усадьбы, но все же есть потаенные места, которые напоминают о прежних хозяевах. Это старенькая баника, которую прадедил своими руками, лавочка, на которой они отдыхали с прабабушкой вечером во дворе, старый погреб, колодец, которым мы пользуемся до сих пор. Мне кажется, что в подполе дома даже сохранился особый запах. А нам в подарок остались некоторые вещи. Ковер, который до сих пор лежит в спальне, старинный колорифер в стене, графин, термос, пряжка от ремня, с которым он был на войне, и некоторые награды. А также есть многое другое, что напоминает нам о них. Кстати, пряжку деда я сейчас ношу на своем ремне, чем очень горжусь. Жаль, что я был совсем маленький и не смог поговорить с ним о войне. Преодедушку я помню, когда он был старенький. Помню, как сидел у него на коленях. Мы беседовали о собаке, которую звали Чудик. Дед очень любил животных. Я думаю, что частичка его любви к животным передалась и мне. С бабушкой они вели большое хозяйство. Держали до сорока овец, крупнорогатый скот. Всех животных дед называл ласковыми именами. Лечил, если болели. Они заготавливали сено, дрова, ухаживали за огородами. Все содержали в полном порядке. Всегда были в работе и труде. Бабушка была настоящим кулинаром. Готовила вкусные блюда. Я даже помню, как дедушка всегда хвалил бабушкин борщ с бараниной. Мне запомнился вкус этого борща из их чашек, которые до сих пор есть у нас. А еще дедушка любил смотреть телепередачу «Суд идет». Хорошо помню, как дедушка требовал тишины во время просмотра. Бабушка молча прила шерсть, а я играл. Вообще, дед был немногословен и почему-то часто задумчиво смотрел в окно. Я этого тогда, конечно, не понимал. Умер прадедушка 30 ноября 2006 года, похоронен на кладбище Старого Чулыма. Я горжусь своим прадедушкой и очень уважаю его. Я рад, что у меня есть большая семья, родные, близкие и дорогие мне люди. В своей семье мы чтим память о прадедушке, благодарим за наше спасение, за нашу жизнь. Его участие в войне – это маленькая крупица того, что сделал народ во имя спасения Родины, страны. Из крупинок складывается гора. Чтобы ее свернуть, нужна сила. Этой силы не хватило фашистской Германии. Не хватит никакому другому врагу, потому что наш народ непобедим. Сегодня я благодарен всем, кто приближал победу. Что можем сделать мы сейчас для них? Убрать могилу, не забывать о них, так как в наших венах течет их кровь. Мы должны помнить об этом. Продолжение следует...